Заслуженные награды, цветы и слова благодарности. Накануне Дня работников системы социальной защиты поздравления от главы региона Ерика Султанова принимают специалисты отрасли. Сегодня в Северном Казахстане их более двух тысяч человек. Продолжит наш корреспондент. В зале самые заботливые, терпеливые и понимающие люди. Они всегда рядом с теми, кто самостоятельно не может справиться с ежедневными хлопотами. Система социальной защиты региона насчитывает более двух тысяч специалистов, а мерами государственной поддержки охвачены более 47 тысяч североказахстанцев. В регионе успешно реализуются государственные отраслевые программы, нацеленные на содействие, занятость и оказание социальной поддержки уязвимым слоям населения. За последние 10 лет государственное финансирование социальной отрасли выросло в три раза. Увеличено число социальных объектов, оказывающих комплекс специальных услуг. Открыты четыре новых медико-социальных учреждения для детей и взрослых с ограниченными возможностями. В два раза больше стало отделение по уходу на дому. Традиционно накануне профессионального праздника отмечают труд лучших. Благодарственные письма, ведомственные награды, почетные грамоты и нагрудные знаки. Его сегодня получает гульнарша Эмирденова. Отдел, где она работает, вносит свою лепту в успешную реализацию государственной программы «Дорожная карта занятости-2020». Мероприятиями «Дорожная карта занятости» в текущем году у нас занято более 5000 человек. Три основных направления «Дорожная карта занятости» – это обеспечение занятости через реализацию инфраструктурных объектов, выдача микрокредитов, трудоустройство, профессиональное обучение. Благодарностью, наверное, сегодня является то, что сегодня я получаю награду. Я желаю нашему Казахстану процветания, чтобы наша социальная сфера процветала. Труд социального работника непростой. Психолог, друг, няня, наставник. Нужно уметь совмещать все эти роли, говорит Галина Крутевич. Она получает почетную грамоту главы региона. Но самая ценная награда, отмечает социальный работник, – это благодарность подопечных. К таким людям надо относиться с таким пониманием, с такой добротой души, чтобы они это видели в себе, что им если там что-то тяжело, что-то им хочется, например, рассказать что-то, надо уметь выслушать, надо уметь что-то похвалить. Они всегда и поздороваются, и спрашивают, как дела, и как ты отдыхала. И они тоже интересуются, как я провела свои выходные дни. Много среди социальных работников и их подопечных талантов. Сегодня они дарят своим коллегам и друзьям праздничный концерт. Ксения Куценко, Михаил Казначеев. Новости МТРК.